Паркур, искусство движения Главная идея паркура – это перемещение из точки А в точку Б пешком и как можно быстрее и эффективнее. Города – это излюбленное место, потому что они дают наибольшее количество препятствий представителям этого спорта, так называемым трейсерам. Нужно не просто двигаться быстро, но и преодолевать городские препятствия – стены, крыши, заборы, мусорные баки, ямы, гаражи или дома, не изменяя маршрута. Здесь важно справляться с ситуацией, приспосабливаясь к окружающей среде. Это обычная детская игра. Маленькие дети стараются, не касаясь земли, пробраться из точки А в точку Б. Касаться земли нельзя. Именно это сейчас делают ребята. Итак, вот это у нас точка А. Они постараются добраться из точки А в точку Б. Они не будут касаться земли и постараются передвигаться эффективно. Это хорошая тренировка, как физическая, так и психологическая. Балансировать на такой низкой ограде довольно просто. Ведь ты понимаешь, что она низкая. А если включить воображение и представить, что по обе стороны глубокое ущелье, проходить намного сложнее. Спортсмен концентрируется на стене и на своей хватке. Он понимает, что у него осталось мало сил. Именно такие тренировки помогают развить волю, продолжать бороться. Потом ребята могут преодолевать более сложные препятствия. Это нагрузка не только для тела, но и для духа. Вот это скорее психологическая тренировка, чем физическая. За несколько миль на север от Парижа есть городок Эври. Здесь типичная пригородная современная архитектура. Ощутимый уровень преступности и многонациональное сообщество обусловило появление паркура. Именно здесь появились Ямакаси – паркур-группа, известная на весь мир. Мы познакомились, когда еще были детьми. Наши двоюродные братья и семьи тоже дружили. Мы постоянно играли в баскетбол, футбол, но не на серьезном уровне. То есть именно улица свела нас вместе. Мы начали сотрудничать с поколением паркура. После нескольких изменений мы решили назвать это искусством перемещения. Мы хотим работать вместе со всеми разными паркур-группами. Субтитры создавал DimaTorzok В паркуре важны две вещи – чувствительность прикосновения и физическая подготовка. Но чувствительность – это не просто хорошее равновесие, это еще и способность правильно учиться новому. Фактура окружения всегда другая. На дереве и на металле она совсем разная. Когда спорт только появился в Британии, все просто повторяли за другими. Ребята просто копировали то, что видели в интернете и по телевизору. Они не знали, что стоит за этим спортом. Многие просто подражали спортсменам, прыгая через все, что видели. Это очень плохо, ведь большинство тех ребят сейчас бросили паркур, потому что получили серьезные травмы. Они больше не могут нормально тренироваться, они не знали основ, не знали базовых тренировок. Мы стараемся не запретить людям заниматься паркуром, но показать, как нужно заниматься правильно, особенно это касается детей и школьников. Они должны знать меры безопасности, чтобы заниматься этим спортом еще долго. Чувствительность – это то, как ты подходишь к препятствию. Это способность чувствовать уверенность в себе и в своих силах. Необходимо быть сильным – это важно. Тело должно быть готовым. Готовым получить удар. Некоторые думают, что это что-то подпольное, что ребята просто прыгают и дурачатся. На самом деле это не так. Этот спорт очень дисциплинированный. Здесь нужно много усилий, нужно много времени и много терпения. Здесь важно многое понимать. Понимать себя и понимать других. Только так можно понять этот спорт. Паркур набирает популярности. Его начали признавать как спорт в частных и открытых спортивных центрах. Также стали появляться сертифицированные академии паркура. В паркуре очень важна хорошая физическая подготовка. Так что трейсеры много внимания уделяют тренировкам. Этот спорт делает меня функциональным. Делает меня настоящим человеком. Окружающая среда меня не ограничивает. Я могу передвигаться куда захочу и делать все, что захочу. Здесь важна синхронная тренировка тела и разума. Изменение стиля жизни из-за занятий паркуром – это нормально. В результате можно даже изменить рацион и развить спокойный и уверенный характер. Мы всегда говорим, что сначала нужно стать чемпионом на земле. То есть нужно хорошо овладеть всеми основами. Нужно, чтобы у спортсмена была уверенность. Нужно, чтобы спортсмен был уверен в своих навыках. Нужно быть уверенным в своем психологическом состоянии. На это нужно время. Чтобы стать чемпионом на земле, может потребоваться два, три, четыре года. А после этого уже можно идти дальше. Ты уже достаточно силен. Ты уверен в себе. А еще ты более координирован. Ты начинаешь чувствовать все движения. Эта моё менее нат¼уна. Эта моёốtка. Эта своё слое. Субтитры сделал DimaTorzok Многие ребята стараются имитировать то, что они видели в интернете или кино. Но когда мы по-настоящему знакомим их со спортом, они понимают, что это не просто прыжки и лазанье. Важно всегда помнить, что означает это движение. Важно помнить, кто ты, когда ты двигаешься. Не забывать, зачем ты это делаешь. Это путь вперед. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Серьезные занятия паркуром требуют огромных физических и психологических сил. Здесь сложнее, чем в любом другом спорте. Тело и дух соединяются воедино. Кажется, что они непобедимы, но все же еще уязвимы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Повторение некоторых элементов очень много раз, даже небольших прыжков, приводит к идеальному исполнению и автоматизации этих движений. Этим паркур напоминает боевые искусства. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Еще одно правило паркура – это уважать других и окружение, от которого ты зависишь. Какой бы необычный маршрут трейсер не выбрал, он не должен портить предмет и всегда быть вежливым. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Часто, когда другие видят, что мы прыгаем, они думают, что мы хулиганы, думают, что мы хотим испортить их дом. На самом деле мы уважаем свое окружение больше, чем другие. Продолжение следует... Через паркур мы учимся дисциплине, потому что в нем мы находим для себя любимое занятие. Хочется достигать большего, а это возможно только в том случае, если приучить себя к дисциплине, к дисциплине тренировок. Первые попытки бывают опасными, так что важна осторожность. Важно всегда помнить вот эти слова. Опасность зависит только от того, как далеко ты готов зайти. Трейсер должен быть уверен, что может преодолеть препятствия. А если нет, лучше найти препятствий поменьше. Чем больше работаешь с препятствием, тем лучше понимаешь, как его преодолевать. В отличие от других видов спорта, здесь у техник нет названия, если не считать некоторых французских выражений. Но они описывают лишь базовые элементы, которые потом индивидуально адаптируются к каждому препятствию, с полным контролем исполнения. Как только ты представляешь себе, что можешь преодолеть препятствия, возможно появится страх провала, но в тот же момент ты понимаешь, что препятствия реально преодолеть. Когда ты применяешь это каждый день, этот принцип начинает использоваться и в жизни. Ты начинаешь лучше справляться с жизненными проблемами. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Продолжение следует... В мае 2008-го власти города Эври оказали полную поддержку развитию паркура. Они помогли организовать постоянную академию, которую основали ребята из Ямакаси. Официальный договор между властями города и Академией искусства перемещения стал важным шагом к признанию этого спорта в городе, где он зародился. Мы делаем это, чтобы создать нечто осязаемое. Это для нас как воздух, это как кровь, которая течет по нашим венам. Мы просто не можем без этого жить. Это не только физическая тренировка, это не просто нагрузка на тело, это еще и работа для ума. Это настоящая комплексная тренировка тела и духа. Продолжение следует...